Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Данил из поселка Вольгинский Он специально приехал в Петушки, чтобы принять участие в забеге Очень старался Занимаешься спортом? Да, легкой атлетикой А в забеге какой раз участие принимаешь? Первый раз Во-первых, хочется поздравить как руководство района, так и всех жителей Петушинского района С замечательным праздником, день рождения, 95 лет, дата уже довольно большая Самое главное продолжать в том же духе, развиваться Петушинский район во Владимирской области один из ведущих районов по всем направлениям Как по спортивным, по социальным, по культурным, по технологическим И самое главное теперь не останавливаться Вот символ в этом году летящая ракета вверх Ну, считаю, что выше нас должны быть только звезды Всегда вперед Бежала, потому что хотела проверить себя Смогу ли, смогла Очень здорово, круто Россия вперед, все мы победим Победа за нами Я очень люблю своих тренеров И хочу сказать им спасибо за их труд И за мои достижения Задача наша развивать и массовый спорт Вывлекать как можно большее количество людей Семей привлекать Устраивать подобные мероприятия Не в рамках официальных спортивных мероприятий А именно массовых Развивать массовый спорт Наша съемочная группа посетила Петушки не случайно Администрации телевидения Петушинского района Ежегодно проводят фестиваль СМИ «День событий» В котором участвуют средства массовой информации из разных регионов Мы уже распределили роли И у нас каждый выполняет свою роль И будем показывать праздник с разных сторон Мне попалась роль топопуна, поэтому забег – это мое Вместе с Алексеем мы решили почувствовать себя спортсменами И преодолеть дистанцию Мария, ну как ты? Как забег? Слушайте, это было жарко, это было феерично Я… Ой, сейчас, секундочку Отдышать Без наград и медалей не остался никто Эта надпись «Финиш» говорит только о конце забега Но на самом деле это был мощный старт, который зарядил позитивом всех его участников Ура! 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 Незабываемый фестиваль САПов принес массу ярких эмоций и впечатлений В нем участвовало более 40 человек Он проходил на Грибовском озере, которое поражает своей красотой и спокойствием САП-серфинг стал популярным видом спорта не так давно, но уже полюбился многим Я когда узнала, что будет заплыв на досках, я сказала, мы уже все, мы встаем в 7 утра и едем Потому что, ну, для меня как бы это мое доска, мне очень нравится Поэтому организация разных площадок с разными тематиками, это вообще прям супер В фестивале могли поучаствовать все желающие, даже если у них не было своего саборда Первый раз мы проводим такое вообще, ну, массовое мероприятие именно по САПам вообще в Петушинском районе Да, у нас есть ребята, которые на коммерческой основе этим занимаются Но вот мы решили немножко сами тоже попробовать, что это такое и как это делается Чтобы обеспечить безопасность участников, организаторы приняли необходимые меры предосторожности Рядом с озером находились скорая помощь и МЧС Ну, пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Петушинского района с таким праздником Опять же, призываю вас к соблюдению безопасности Мы тоже приняли участие в фестивале, но получилось не сразу У меня не получается Вот, толкни меня Я вообще не могу Нужно сесть вот так На помощь пришел профессионал Артем Действительно, если соблюдать равновесие и помогать веслом, можно уплыть достаточно далеко Девушка, вы забыли выключить утюг, быстрее вас ждут дома На фестиваль приехали друзья, организаторов, производители самокатов и электроснегокатов Мы собираем все От аккумулятора, повторяюсь, до ручки Любим Петушинский район Это наши друзья старинные А сейчас мы находимся на товарищеском матче Команда Борисовского района Белоруссии И сборной команды Петушинского района Впервые в Петушинском районе прошел международный товарищеский футбольный матч Между командой Петушинского района и командой Борисовского района Республики Беларусь Мы белорусы, мирные люди. Прозвучали гимны стран, после этого команды поприветствовали друг друга. И игра началась. Мы на самом деле рады видеть сегодня товарищеский матч между любительскими командами Борисского района и Кушинского района. На самом деле мы задаем пример тем подписанным соглашением по поводу развития спорта и туризма в наших родных государствах. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Матч начался с обоюдных атак и уже на первых минутах встречи команда Борисовского района открыла счет. Гости провели еще несколько опасных контратак, но вратарь команды Петушинского района был на высоте. Игра была напряженной. Обе команды показали высокий уровень мастерства, а зрители наблюдали за происходившим на поле, затаив дыхание. После окончания матча, который закончился со счетом 6-0 в пользу белорусов, игроки обеих команд поблагодарили друг друга за хорошую игру и поздравили с победой. Ведь в товарищеском матче не так важен счет, как дружба между странами, командами и игроками. Затем состоялась церемония награждения, на которой вручили кубки и медали, а также памятные подарки. Спасибо соперникам нашим. Мы рады их победе сегодняшней. Но я думаю, все-таки правильный результат – это победа, дружба. Впервые нам посчастливилось быть. И мы очень рады и все довольны за гостеприимство нашего братского народа. И довольны, естественно, тем более результатом нашего товарищеского матча. Большиня Беларусь! В этот день улица Маяковского превратилась в настоящий мир искусства. Художники, музыканты, поэты демонстрировали свои таланты для жителей и гостей Петушинского района. Мы находимся на Петушинской земле. Именно это место, город Петушки, упоминается в поэме Ерофеева «Москва Петушки». Поздравляем жителей этого прекрасного города! Ура! Для детей проходили мастер-классы, а взрослые могли за отгаданную загадку получить огурец. На открытии выставки мы пообщались с важным для Петушинского района человеком. Впечатления самые хорошие, яркие, праздничные. Праздник похож на праздник. Все для этого есть, все атрибуты праздника здесь присутствуют. И культура, и искусство, и музыка, и развлечение. То есть полноценный, хороший, массовый праздник. Праздник действительно удался. Продумано было все до мелочей. На центральной улице в Петушках можно почувствовать себя настоящей барыней. А маленькие петушинцы развлекались на мастер-классах по раскрашиванию фигурок петушков, катались на крылатых конях, пускали мыльные пузыри, кидали дротики, воздушные шары. Приехал и удивлен, конечно, как у вас здесь красиво все. И желаю, чтобы ваш городок только улучшался и процветал. Чтобы люди были такие же добрые и приветливые. Одновременно с открытием выставки «Артбат» на центральной площади Петушков проходило театрализованное шоу «Этнодвиж». Идея показать культуру дружественных России и народов. Люди, люди, приветствуем вам. Люди, спешите к нам. А в это время проходило большое торжественное шествие, участие в котором принимали семьи бойцов СВО, почетные жители Петушинского района, выпускники школ, активисты движения «Первых», спортсмены, творческие коллективы и многие другие. Замыкали колонну брутальные байкеры и сообщество «Мотобатальон». Их было более 40. Мотоциклисты тоже люди, то, что мы позитивные. В первую очередь мы позитивные, бородатые. И только потом, вот, сновные байкеры. Мы праздником в городе. И вот наступает время самого зрелищного, по мнению большинства, присутствовавших в фестивале воздухоплавания и парапланов. День событий в Петушинском районе продолжается. Мы приехали на фестиваль воздухоплавания и парапланов. Мы видим, как воздух взрывают красивые, яркие, разноцветные шары. Много жителей пришло посмотреть на это. И сегодня, возможно, кто-то впервые осуществит свой полет. Поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Очень здорово и совсем не страшно. Да? А вы боялись перед рулением? Очень боялись. Страшно. Да. Какие красивые петушки с высоты птичьего полета. Вы первый раз? В первый раз вообще, да. Мы полетим, да, мы стоим очень тяжело. Первый раз? Да. Страшно? Нет, наоборот, хочется уже. Получше. На фестиваль съехались жители со всей Владимирской области. Мы вообще из другого города, мы из Киржача. Специально приехали? Да, да. Мы увидели объявление в контакте случайно и приехали. На чем полетишь? На шаре. На том полетишь? Да. На этом все. Ну и это еще не все. Мы вернулись на центральную площадь. Кульминацией концертной программы стало выступление хедлайнера «Вечера» Доминика Джокера. Я так хотел жить мечтой. Слепо доверяем. Все. Своим не верил глаза. Миллионы раз. Плэй. 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 Под занавес жителям и гостям города показали лазерное шоу. Это был прекрасный день. Мы посетили самые значимые события и мероприятия. Дня события 2024. И отпраздновали вместе с жителями города. И вот 95-летие. День рождения города Петушки. День рождения Петушинского района. День молодежи. Все в один день. Все совпало. Вот так вот. Я думаю, так и должно было быть в этом месте. Мы завершаем этот день праздничным салютом. Ура! Анна Наприенко, Мария Синина. Сергей Василевский, Владислав Реус. Щелковское телевидение. Субтитры сделал DimaTorzok Демократно. Девчонки. 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 Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!